Добрый день дорогие друзья! Шаула Тоу! Хорошей недели! Мы продолжаем наше изучение Торы и сегодня наша глава называется Вайра. Интересно написано в главе Вайра. Я открывался Аврагаму, Ицхаку и Якову, но своей божественной сущности я им не открывал. То есть то, что видит поколение Маше, не видели Аврагаму, Ицхаку и Якову. То есть они больше брали на веру. Всевышний чудес им таких не показывал. То есть никакая палка не превращалась в змея. Никакой змеи не превращался в палку. Никакая вода в кровь не превращалась. И другие вещи, которые видит поколение Маше, невероятные. Что видел наш пророке Аврагам? Он видит, что Всевышний действует. Он попадает в Египет со своей женой. Царай ее зовут. Фараон забирает ее во дворец. И он видит, что Всевышний насылает на Египет страшную кару. Фараон заболевает страшной болезнью. Его приближенные, они там страдают. Фараон вынужден отпустить Аврагама назад. Да, в этом есть чудеса. Ну, а подумать, ну, бывает совпадение, что в это время именно заболел. Вот какие-то, есть шансы, что это природное происхождение. Что Аврагам дальше видит? Он видит, что Всевышний дает ему победить в войне против 15 царей. То есть, идут 4 армии в Вавилонске, нападают на Сдом, Амору, Адмуцваима и Цавар. По дороге разгромили они 6 царств. После этого они разбили царей Сдома Аморы, Адмуцваима и Цавара. И забрали лота, имущество, ушли. И Аврагам со своими учениками, воспитанниками, домочавцами, кидается на них в атаку. Ночью он бросился на них, бил их в рассыпную, победил их, вернул лота, все сделал. В общем, все хорошо. Это невозможно победить, но какая-то микровозможность чисто теоретическая есть. Всевышний, если подумать, конечно, это чудо. Но не такое, как Машелот видит, реальное. И другие события, которые мы видим с Аврагамом. Потом мы смотрим Ицхак. Что Ицхак видит? Ицхак видит, что Всевышний ему дарит невероятный урожай. После того, как он сказал цареву Мелыху, что я думал, нет, я думал в этом месте страха. Перед Всевышним меня убьют по поводу Ривки, жены моей. Вот сказал, что она моя сестра, то сказал им Мелых, кто тронется этого человека, жены его умрет. И потом написано, и сел Ицхак в той стране, и получил тот год старицей, ибо благословил его Бог. И были у него стада крупно-мелкого скота, и много прислунги, и завидовали его пришли. Но главное, что значит с Тарицей? Он урожай собрал, такой, как собирают за 100 лет. С Тарицей он продавал на 100 рынках. То есть невероятный урожай, можно это поднести к чуду? Конечно, да. Но какая-то возможность может быть, что это природное что-то. То есть это не было таких явных открытых чудес. Да, собрало огромный урожай. Если вдуматься, понятно, что это чудо. Но не такое, как видит поколение Маше. Что видит Яков? Яков видит, что его положение безнадежно. Он работает у Лавана. Лаван его грабит, все время все забирает. Чтобы они не договорились, что овцы будут рожать крапчатых, пестрых, бурые будут козы. В общем, вот эти все цветные животные будут Якову. А однотонные Лавану. Но Лаван все это забирает. И говорит, что мы договаривались не так. Мы говорили в такую полосочку, в такую клеточку, в такой шарик, то еще что-нибудь. Яков молится, ставит какие-то прутики, режет, вырежет на их полоски. На прутиках ставит их у водопоя овец. Молится так, что Всевышний уже делает, что овцы становятся такого цвета, как он хочет. Полосатые там, невероятные. То есть Яков видит такие чудеса. Понятно, что не бывает таких овец, но теоретически может быть. Яков так верит во Всевышнего, так это все хорошо работает. Вот такие вещи видят наши прутики. Но в основном это все на веру. Потому что то, что видят Маше и народ, это совсем другие чудеса. То есть он говорит, засунь руку за пазуху. Маше засуну за пазуху. Высуну руку, она как снег. Прямо снег, покрытая снегом. То есть проказа такая. Засунь назад, чистая опять. То есть чудеса явные. Что вам он видит дальше? Казни египетские. Четко работают. То, что говорит Всевышний, сбывается. Сказал, что превратит в кровь реки Египта. Все пройдет кровь. Нигде воды больше нет. Вся страна египетская погибает. Воды нет. Пить нечего. Ни в плодах, нигде, ни под землей ископали египтяне берега Нила. Ничего нет. Воды нет. То есть чудеса невероятные. И все вот эти вот казни просто невероятные. То, что вышли рягушки там, или вши, или дикие звери, или домашние животные превратились в непонятно каких зверей атаковали египтян. То есть все чудеса, которые Всевышний показал нам, они несравнимы с теми, что видели наши пророцы. Это и говорится, что я открывался, а врагам, уискаку, якову, но своей божественной сущности я им не открывал. И наши пророцы достойнейше служили, не видя тех чудес, которые видели мы уже дальше. Пустые. Никакой ман пророцам нашим не падал с неба. И никакие перепела сами не прилетали, чтобы их съели. Этого наши пророцы не видели. Вот так вот. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Рок был дан за поднятие души Игорь Бен Лев, Берт Абат Исраэль, Павел Бен Ефим, Самуил Бен Герш, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Ахум, Владира Бен Григорий. За здоровье Светлана Батклара, Шимон Бен Цхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Первая Батсоня Сура, Лена Батклара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим Бен Эстер, Двойра Бат-Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Мэйль, Евгений Бен Берт, Евгений Бат-Ида, Фира Бат-Ана, Егена Бен Елена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен Батьяна, Юлия Бат-Белла, Яков, Йосиф Бен Рахель, Жимон Бен Мира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Мак Бен Нина, Ирра Бат-Вера, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Ханна Цепора Бат-Цара, Ида Бен Хая-Авива, Ефим Бен Цоня, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен Ольга, Масловым Параса Сгула Ирина Бат-Ури, Арон Ария Бен-Нури, Загороший Дух, Арон Ария Бен Двора, Дизь Бен Ахум, Абегаль Бат-Цара, Ханна Бат-Абрагам, Рафаэль Элэ Бен Лариса, Парасай Брют, Владир Бен Рая, Марина Бат-Рая, Борис Бен Марина. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха, парнасакова, нам мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем все самого наилучшего, всем желаю крепчайшего здоровья и до следующих встреч. Шавуатом, шалом.